А речь сегодня пойдет о неприятном, о предательстве. Ну что, давай работай. Два года лежал, я его не доставала. Думаю, а что, пускай работает. Мусор он. Мне все время смешно, когда люди говорят, ой, это робот-пылесос. Да какой это робот-пылесос? Это электровеник. Вот он у меня шестой год. Какой это пылесос-то? Что он пылесосит? Подметает мусор, да и все. Ну ладно, хоть самой не нагибаться, не лазить никуда. Не любит он всякие порожки. Это мусор уже столько. Я всю неделю с цементом работаю, и мне прям не до уборки. Так, кошачью миску сейчас шибет. Ай, животные, конечно, в шоке. Не нравится? А ты его и не видел, наверное, да? Я же в своем доме его включала только. Кто это? Кто это? Что это? Все надо убирать. Пакетик попался ему. Здравствуйте, мои хорошие. Целую неделю я с этим цементом. А сегодня прям приятный такой день. Ой, я уборкой занимаюсь. Вот видите, какая погода на улице. Вот футболки с коротким рукавом в чумазой. Сегодня приятно прям. У нас тут есть на рынке магазинчик с фурнитурой. Ну, там для творчества все. Ну, фурнитура-то вообще выбор маленький. Я вот с ней поговорила, попросила ее. Она мне сегодня звонит, вот недавно и говорит. Пришли ваши пины с шариками. Ой, как приятно, Господи. А то ведь у меня что, Оля мне высылала? Я уже все переделала. Так что вот, 500 штук завтра поеду. Надо забрать будет. Потом еще звонила сегодня мне женщина. Нина ее зовут. Живет в межводном. Вот. Попросила дурмана семена. Вот завтра поеду за документами. Может, встретимся, отдам ей семена. Вот так что, вот так. Очень хорошая погода. Прямо как в сентябре, наверное, в начале. Очень хорошо. Красота прям. Вот. За два дня всю верхушку инжира просто сдуло. Все, гранат вообще стоит голый. Вот видите, что творится. Я не подметаю сейчас. Не подметаю. Не собираю. Вот кучами лежит. Будет погода неветренная. Я это все спалю. Бесполезно. Мне вот писали девочки, там можно на грядках оставлять. Нет, тут такое ветрище зимой, что это все будет по всему участку летать, все эти листья. Бесполезно. Я уже за пять лет все пробовала. Нет, надо спалить все. Да и все. Вот так вот. Погода летняя. А на деревьях-то глубокая осень. Вот. А что хотела вам сказать, зайки мои? У меня начался тяжелый месяц. Прямо можно сказать депрессивный. И связано это с тем, что сегодня 11 месяцев, как Алинка ушла. И этот последний месяц был настолько тяжелый, что я вот вчера проснулась, и у меня сразу в голове так. 6 ноября мы поехали с Алинкой в Симферополь в больницу, где ее добили. И вот это вот каждый день теперь. Это вот. Ничего я с этим сделать не могу. Марина мне, конечно, звонит. Уговаривает. Ну, а что я могу сделать, если у меня все это в голове? Так что веселья-то, видимо, будет мало. Ну, у меня одна надежда на то, что сделают мне документы. Я поеду в Мурманск. Так, а иначе я просто с ума тут сойду. Честно говоря. Ну, ладно. Уж не больная я совсем на голову. Буду снимать. Буду делать, как всегда. Это надо пережить. С этим ничего не сделаешь. Ну, я знаю, что вы со мной. Не все. Но есть у меня люди, которые... Я знаю, что вы со мной. Без вашей поддержки. Я бы уже давно бы, наверное. Вот. А так все будет нормально. Ой, и еще, девочки. Большая у меня неприятность. Я переживаю уже вот сколько дней. Не хотела вообще вам этого говорить. Ну, а потом думаю, а что не говорить-то? Все равно же люди будут спрашивать. Слушай, по-честному, так по-честному. Черный меня предал, девочки мои. Я думала, он гуляет. А он меня променял. Да, не зря говорят, сколько волка не корми. А он все в лес глядит. Те, кто давно меня смотрят, знают, что у меня зимой. И летом жили две девахи, которых я потом выгнала, потому что они мне деньги не платили. Собственно, договоренность-то была только за свет платить. Они и этого не платили. Врали, обманывали. Испохабили мне весь дом. Вот. И я с ними рассталась. В общем, короче говоря, приманили они черного. Правда, не знаю, зачем им это надо. И так работает одна. Две собаки у них было. Там котов штук восемь, наверное. Может, сейчас и больше. Ну, это одна из них. Больная на голову. И лечиться надо. Они, видимо, этого не понимают. Сколько раз вот она собирала этих собак чужих непонятных. Короче, приманили они черного. И он живет у них. Сначала, когда я это узнала, у меня, конечно, был просто... Я в шоке была. Я тут орала, психовала, собиралась идти писать заявление в полицию. И, в общем, не знала, что делать. А потом все это дело обдумала. И думаю, раз он... Вот так вот, может. Ну, и пусть вернется он. А потом будет бегать, то к ним жить, то ко мне. Зачем мне это? Я по жизни знаю. Если один раз предали тебя, предадут их второй раз. Я, конечно, переживаю, что я его люблю. Я с ним четыре года прожила. И лечили его. И, господи, переживала, сколько из-за него. Ну, раз так. Мужики, которые у меня живут, говорят, мы сами гавкать будем ночью. Нет, что ты плакала, и мне так обидно. Они говорят, да ладно тебе, что Бог не делает все к лучшему. Ну, вот теперь я даже не знаю, а если вот он придет? Он же ходит по крышам, он попадает на участок одним ему ведомым путем. Я не знаю, как себя вести теперь с ним. Я только не понимаю, зачем им это надо. У них ни жилья, ни квартиры, съемные вот эти дома с такой кучей животных. Их же всех прокормить надо. Зачем они это делают? Разговаривала с Иринкой, вот со своей, с Мариной. Они говорят, да назло тебе. А я говорю, а за что мне назло-то? За то, что... Меня же обманули. Мне же денег не заплатили. Мне пришлось платить. 27 тысяч мне пришлось платить. Мои хорошие. И мне назло. То, что я их выгнала, так это... Это было самое малое, что можно было сделать. Ну, все переломано, изгажено, ну, кровать умудрится сломать железную. Ладно, была бы там собака какая-то породистая, я не знаю, там, ну... Обыкновенный бездомный пес. Ну, правда, уже 4 года как не бездомный, но все равно. Ну, как так можно? Зачем вы это делаете? Не знаю, у меня в голове такие вещи не укладываются. Ну, может быть и лучше. Если он так и не вернется, я уеду. Я хоть переживать за него не буду. А все равно буду. Так что вот такие вот девочки у меня прям. Своих-то переживаний хватает. А тут еще и вот. А я-то ведь думала, что он гуляет. Он гуляется, придет. Я ему корму накупила. Думаю, еду, чтобы мужики... Чтобы был формы, чтобы они спокойны были. Ну, в общем, короче говоря, мои дорогие, вот так. Да. Не делай добра, не получишь зла. Ну, и он хорош, кобель. Значит, ему все равно, где жить и с кем жить. Ну, пусть так и живут. Обидно, но... Сколько уж раз придавали в жизнь-то, все никак к этому не привыкли. Значит, так и должно быть, наверное. Так что, вот так вот. Вот такие вот дела. Что поделаешь? Жизнь и жизнь. на сегодня все, мои хорошие. Не грустите, не болейте. Надеюсь, завтра увидимся. Вы уж извините, что у меня сейчас цемент пошел. ну, пошла такая полоса. Сейчас я немножко поделаю. Перестану. Да, вот к вечеру прям попрохладней стало. Уже можно и кофточку одеть. Хорошо так. Ну, ладно, мои хорошие, вы уж извините, что так грустно получилось. Ну, а как вот, что делать-то? Ну, если то хорошо все, а то вот так вот грустно получается. Пока-пока, мои хорошие. До свидания.